Я, Ольга Титрий, приветствую всех на канале Germany Reel. На этом канале ведется разговор о жизни в Германии. И сегодня в выпуске. Смена водительского удостоверения с октября. Что нужно знать будущим водителям? Федеральное правительство и комиссия Евросоюза хотят возобновить обучение водителей. Запланировано несколько изменений. Одно уже будет применяться с октября. Мобильность меняется в Германии и во всем мире. Двигатели внутреннего сгорания должны стать исключением. Электромобили с новыми вспомогательными системами должны взять на себя управление. Следовательно, обучение на получение водительских прав также должно измениться. Автоклуб Европы АЦЕ оценивает новые проекты Федерального правительства Германии и комиссии Евросоюза в основном положительно. Помимо прочего, обучение водителей должно стать более цифровым. Автошколы уже разрешили преподавать в цифровом формате во время пандемии коронавируса. Однако пока это было исключением. Теперь правительство на постоянной основе хочет разрешить цифровые уроки. Федеральный совет одобрил продление с изменениями в феврале. Теперь не хватает только решения правительственной коалиции. АЦЕ приветствует расширение цифровых предложений по обучению водителей, поскольку это упрощает доступ к водительским правам, особенно в сельской местности, где ближайшая автошкола иногда может быть далеко, говорится в сообщении АЦЕ. Соответствующее изменение уже внесено и будет применяться с октября 2022 года. С 1 октября 2022 года в теоретическом тесте будет 52 новых или измененных вопроса. Изменения в водительских правах, новые и пересмотренные вопросы теоретического теста. Изменение влияет на теоретический тест. Любой, кто учится по старым каталогам от старших братьев и сестер или других знакомых, может столкнуться с тем или иным сюрпризом во время теоретического теста. По состоянию на 1 октября во всех классах есть 52 новых или измененных вопроса. Поэтому важно, чтобы будущие водители подготовились к тесту с актуальным каталогом вопросов. Электромобили влияют на ускорение и разработку новых систем. Поэтому использование современных систем в помощи водителю стало частью практических испытаний с июня этого года. Интеграция будет постепенной. Начиная с простых в использовании и широко используемых систем, таких как адаптивный круиз-контроль, АЦЕ говорят, системы помощи при вождении могут помочь избежать аварии, если их принцип работы ясен. С точки зрения АЦЕ, хороший вклад в это может внести интеграция в тест автошколы. Поскольку определенные системы станут обязательными для новых автомобилей в Евросоюзе в будущем, их также необходимо учитывать при экзамене по вождению. Согласно коалиционному соглашению, минимальный возраст для вождения в сопровождении может быть снижен с 17 до 16 лет. Молодежь следует заранее обучать дорожному движению. Сопровождаемое вождение доказало свою эффективность в плане безопасности дорожного движения. Это значительно снижает риск аварии для начинающих водителей. Снижение минимального возраста удвоит период обучения. АЦЕ приветствует этот план, поскольку можно предположить, что риск несчастных случаев будет снижен еще больше. Еще одно возможное изменение – это максимальный вес для водительских прав категории B может увеличиться. До сих пор любой, кто получил водительское удостоверение категории B после 1999 года, может управлять транспортным средством массой до 3,5 тонн. АЦЕ выступает за увеличение максимальной массы до 4,25 тонны. Водительское удостоверение. Срок обмена заканчивается в 2022 году. Что нужно учитывать водителям? Срок действия старых водительских прав также истекает в 2022 году. Будь то автомобиль, грузовик или мотоцикл, в Германии вам потребуются водительские права почти для всех транспортных средств. Однако под номером 4B на многих удостоверениях личности указан срок действия. Однако ранее от этого освобождали старые водительские удостоверения. Затрагивались только выданные после 2013 года. В соответствии с регламентом Евросоюза, водительские права, выданные до 2013 года, действительно только в течение 15 лет. С 2022 года их необходимо обменивать поэтапно. В связи с текущим бременем, вызванным пандемией короны, министры внутренних дел федеральных земель согласились продлить период обмена до 19 июля 2022 года. Впоследствии это было подтверждено Федеральным Советом. Срок действия водительских прав на автомобили и мотоциклы. Истек в июле. Дата истечения срока действия только завершает действие документа. Водительское удостоверение остается в силе. Все документы водительского удостоверения, которые были выданы до ключевой даты 19 января 2013 года, затронуты новым положением. Об изменении известно с 2016 года. В Германии распоряжение об обмене водительских удостоверений вступило в силу 18 марта 2019 года в вестники федеральных законов. Меняются не только обычные водительские удостоверения, но и водительские удостоверения всех классов. Миллионы водительских прав стали недействительными от истечения срока действия. В Германии обмен водительских прав затронул в общей сложности 43 миллиона человек. Чтобы офисы не были перегружены, как федеральные земли, так и федеральное правительство договорились об обмене водительскими правами в разное время. Так, только в северном Рейн-Вестфален обязательный обмен затронул около 10 миллионов человек. Поэтому, если кто еще не обменял старые права на новые, следует поторопиться это сделать. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Если было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok